Во многих странах давно уже стремятся к неукоснительному соблюдению принципа равенства полов. И тем, что женщины где-то, например, проходят воинскую службу наравне с мужчинами, уже мало кого удивишь. Но Норвегия все же смогла удивить весь мир. В этой стране девушки не только служат в армии, но и живут и даже спят в казармах вместе с мужчинами. Норвегия – первое европейское государство, установившее равную воинскую обязанность для обоих полов. То есть женщины в этой стране обязаны проходить военную службу наряду с мужчинами. И объясняется это вовсе не нехваткой призывников, с этим в норвежской армии проблем нет. Дело в том, что в этой скандинавской стране уже давно открыто пропагандируют гендерное равенство. И набор женщин на прохождение военной службы с некоторых пор считается там вполне обычным явлением. Кроме того, правительство считает, что укрепление обороноспособностей – это одна из первостепенных задач для страны. Норвегия находится на втором месте по уровню оборонных расходов на человека – 455 долларов. Во главе списка – США – 850 долларов на одного американца. Перед женщинами и мужчинами в армии Норвегии поставлены абсолютно одинаковые боевые задачи. Разницы нет ни в обучении, ни в присвоении званий. Но что самое интересное, недавно правительство продвинулось в своих взглядах еще дальше и приняло решение не разделять казармы на мужские и женские. Таким образом, представители обоих полов начали жить вместе. Вначале мужчины настороженно отнеслись к подобному нововведению. Многие из них говорили, что чувствуют дискомфорт из-за того, что живут в казармах вместе с девушками. Однако солдаты очень быстро привыкли к изменению правил. Все же стремление к одинаковым правам в стране – это не просто слова. Мужчины даже отметили, что девушки ничем не уступают им в плане стойкости, отваги и целеустремленности. Какая разница, какого ты пола, если ты солдат? Также многие мужчины заявили, что в помещениях стало намного уютнее. Кстати, в норвежской армии практически не возникает случаев сексуальных домогательств. И дело тут даже не в строгих наказаниях за подобные действия. Просто европейцы отличаются общей высокой культурой и строго соблюдают все законы. А установление новых правил только еще больше способствует изменению ситуации в лучшую сторону. Если мужчины и женщины почти 24 часа находятся на виду друг у друга, ни одно неправомерное действие точно не останется незамеченным. Либерализм в скандинавской стране проявляется еще и в том, что и женщины, и мужчины имеют право отращивать в армии длинные волосы. Имеет значение лишь то, чтобы прически были хорошо убранными и не мешали исполнять боевые задачи. В Норвегии, кроме регулярной службы, существует также резервный корпус военнообязанных. В него входят те, кто отслужил в армии. У каждого резервиста имеется дома положенное ему оружие, форма, а также походная одежда. В случае опасности к 29 тысячам бойцов регулярной армии добавится еще 300 тысяч человек, готовых сражаться за свою страну. У проекта, у равной для обоих полов воинской обязанности, есть и противники, утверждающие, что физическое неравенство никак не изменить, и что женщины могут иметь право служить, однако долг им при этом навешиваться не должен. Это не расширение прав, а только появление новых обязанностей. Исследователи утверждают, что последствия такого решения пока не могут быть просчитаны. Также считает и представитель военного научного института Франк Брюндланд, называя равную воинскую службу смены парадигмы. А как считаете вы, друзья? Пишите свое мнение в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok